Об улучшении показателей эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Артёмовском городском округе за период 2016 года и три месяца текущего года рассказала представителям СМИ Юлия Сергеевна Азизова, фельдшерфтезиатор Артёмовской центральной районной больницы. Тема для разговора возникла не случайно, ведь 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эпидемиологическая ситуация в Артёмовском городском округе в настоящее время стабилизирована с тенденцией к умеренному улучшению по сравнению с предыдущими годами. В 2016 году заболело туберкулезом 49 человек, из них 4 ребенка и 1 подросток. Отмечается понижение заболеваемости туберкулезом с 2013 по 2016 год на 55%. Приведу для сравнения данные. В 2013 году было зарегистрировано 88 человек больных туберкулезом, в 2014 67 человек, в 2015 58 и в 2016 году, как я озвучила ранее, 49 человек. На 55% снизилась заболеваемость туберкулеза. За 2016 год нет случаев выявления запущенных форм туберкулеза. За текущие три месяца 2017 года выявлено 10 свежих случаев туберкулеза легких, из них 1 ребенок. Дети в Артёмовском городском округе больше, чем взрослые подвержены риску и среди них чаще выявляют случаи заболеваемости туберкулезом. В 2016 году заболело туберкулезом 4 ребенка и 1 подросток. Показатель заболеваемости составил у детей от 0 до 17 лет в Артёмовском городском округе 41,2 на 100 тысяч населений. Это достаточно выше, чем среднеобластной показатель. Основным методом выявления туберкулеза у детей является туберкулинодиагностика. Это ежегодная постановка реакции МОНТУ каждому ребенку. К сожалению, многие родители пишут отказ от проведения данной пробы. Мы, медики, считаем это преступным решением со стороны родителей и призываем не отказываться. Проба МОНТУ не является прививкой, и диазкин-тест не является вакциной и прививкой, а это диагностическая проба, проверка детей на туберкулез. Показатели смертности на территории Артёмовского городского округа в 2016 году снизились. Однако этот показатель все еще выше среднеобластных. Умирают, по словам Юлии Азизовой, в 90% случаев люди из социально неблагополучной группы с запущенными формами заболевания, страдающие длительными запоями и активные наркопотребители, отказывающиеся от лечения. Именно отказ больных от лечения является главным препятствием для врачей, у которых на сегодняшний день есть все необходимое для успешной борьбы с туберкулезом. В Артёмовском городском округе есть все условия для лечения больных туберкулезом. У нас работает круглосуточный стационар, он снабжен всеми необходимыми лекарственными препаратами. Есть возможность лечить тяжелых больных в областных учреждениях медицинских, но нет желания у больных лечиться у туберкулеза. Существует широкое разнообразие симптомов и признаков туберкулеза, в связи с чем протекание болезни во многом зависит от индивидуальных особенностей, во многом зависит от индивидуальных особенностей организма больного человека. Юлия Сергеевна рассказала о самых распространенных симптомах туберкулеза, с которыми зачастую обращаются пациенты. Больные с ограниченными формами туберкулеза жалуются на повышенную утомляемость, слабость, недомогание, утрату работоспособности. Дети начинают отставать в учебе, плохо спят и теряют аппетит. Больные туберкулезом также теряют вес и поэтому выглядят худыми и бледными. При ограниченных формах туберкулеза повышение температуры незначительно. Как правило, это цифры 37,5, редко достигают 38 градусов, но повышение это длительное. Температура повышается вечером или в ночное время. Ночью наблюдаются сильные поты и озноб. В этом состоит главное отличие температуры при туберкулезе от температуры при других болезнях. При ОРЗ, бронхитах, пневмонии температура тоже может достигать более высоких отметок, но быстро проходит и не сопровождается обильными ночными потами. Кашель. Кашель является постоянным симптомом туберкулеза легких. В начале болезни кашель сухой, настойчивый, обостряется по ночам и утрам. При дальнейшем развитии болезни кашель может быть влажным с выделением мокроты. Кашель при туберкулезе хронический, поэтому если наблюдается кашель в течение трех недель, то это позволяет задуматься и обратиться к врачу, к тезиатру. Известно, что туберкулез – болезнь социальная. В связи с этим стоит помнить о мерах профилактики и правилах здорового образа жизни. Немаловажное значение имеет организация правильного питания, богатого витаминами и белковыми продуктами, питьевой режим, соблюдение норм здорового образа жизни, гигиеническое воспитание подрастающего поколения, гигиена брачных и семейных отношений, рациональный режим труда и отдыха, активное занятие физической культуры, отказ от курения, алкоголя, наркотиков. К профилактическим мероприятиям относится и своевременное прохождение профилактических осмотров населения на туберкулез, а это флюорографическое обследование, начиная с 14-летнего возраста. В заключении хотелось бы пожелать, чтобы каждый из нас задал себе вопрос, а не являюсь ли я источником инфекции? Помните, что ваше здоровье в ваших руках, и только ваша активная позиция поможет победить туберкулез.